здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша а те кто в этом сомневается могут зайти на наш youtube канал и сами в этом убедиться ведущие эдуард брумер и геннадий пример сегодня мы беседуем с политиком общественным деятелем доктором исторических наук профессором валерием дмитриевичем соловьем валерий дмитриевич добрый вечер добрый вечер и добрый день коллеги рад вас слышать спасибо а в лирби так и времени у нас нет так уж много к сожалению мы сразу как говорится переходим к вопросам делу а валерий дмитриевич есть такое выражение тайны бургундского двора был фильм такой мадридского потом нет потом есть тайны мадридского двора до которые вы как историк знаете это а войдет ли в историю выражения тайны кремлевского двора да безусловно особенно тогда когда эти тайны станут явными потому что когда они станут явными они принесут очень большую пользу историкам и общественностью в понимании того какие же были движущие пружины многих событий происходящих в российской федерации последние годы причем речь идет о самых разнообразных скрытых аспектах но вообще то что процесс принятия решений в отечной политике в российской данном случае скрытый это не секрет так было в советское время и так сожалению происходит на протяжении большей части по советского времени вот когда эти механизмы будут скрываться нас ожидает много в общественность ожидает много неожиданности большей частью неприятных обескураживающих наверно разочаровывающих особенно для российских граждан потому что когда люди увидят и поймут кто ими правил и главное как ими правили им станет честно говоря не по себе варене да когда более битвич а сегодня было объявлено о том что владимир путин все-таки займет пост председателя госсовета и означает ли это что преемник выбран и начался транзит власти если все-таки владимир путин будет пересядет в другое кресло как вы считаете коллеги да я думаю что вы обращайтесь ко мне по имени валерий так будет проще и быстрее и и понять и очень понятно вашим зрителям и слушателям что касается этой новости я не видел пока ее официального подтверждения это довольно важно объясню почему потому что на эту тему шла дискуссия эта дискуссия как раз носила закрытый характер но и отголоски в общем доносились по крайней мере до меня смысл дискуссии состоял вот чем когда владимир путин становится главой госсовет означает ли это что он уходит с поста президента россии еще этим летом то есть совсем недавно предполагалось что возглавляя госсовет он уходит с поста президента россии что его заместителем госсовете или секретарем госсовета становится александр лукашенко да ну после форсированного объединения россии-беларуси сейчас ситуация выглядит иначе сейчас предполагает что если он возглавляет госсовет то он остается тем не менее президентом на какое-то время но в любом случае какой бы вариант не был избран или даже если это решение будет отложено что весьма вероятно хотя и не факт в следующем году президент путин перестанет быть президентом российской федерации а валерий смотрите а давно и как говорится уже может быть я не скажу что это нудно но очень давно ведутся разговоры по поводу здоровья владимира путина все об этом говорят в той или иной форме насколько это правдивые разговоры насколько этом это будем так неправдивы насколько это реальные разговоры и действительно ли у владимира путина не все хорошо со здоровьем на ваш дом было бы странно если бы у человека 68 лет и который два десятка лет возглавляет не самую простую страну принимает не самые простые решения было бы все в порядке со здоровьем насколько фатальны эти проблемы давайте я вам дам одну наводку индикатор об этом очень хорошо знают израильские врачи они знают об этом лучше всех они знают насколько серьезные проблемы со здоровьем у президента российской федерации а фамилии этих израильских врачей к сожалению я не могу назвать просто не знаю даже если бы знал вы понимаете не поделился да откровенно я не знаю но они могут вам охарактеризовать характер этих проблем и в общем по как это назвать по еврейской линии можно узнать довольно много это это будет достоверная информация я бы сказал в очень высокой степени достоверная и это один из факторов который позволяет с высокой уверенностью говорить о том что планирую владимирович покинет пост президента и возможно вообще любой государственный пост тогда в связи с этим следующий вопрос вы давно говорите о том что идет определенный кастинг до кандидатов на замещение скажем так будущей вакантной должности давайте сделаем так я вам предоставлю 4 фамилии а вы не упоминая в том конкретно они или нет вы просто их оцените от 1 до 5 и просто дайте короткую характеристику им просто короткую с вашей точки зрения 5 это максимальный шанс да 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 мама максимум а пожалуйста а михаил мишустин между единицей двойкой дальше сергей нарышкин единица владислав сурков меньше единицы коллег есть такой губернатор наверное успешный олег и жемяка это 00 и тогда вчерашний юбиляр алексей кудрин это тоже меньше единицы коллеги но есть получается будем говорить так есть еще дмитрий медведев да а вот это как ни странно это около тройки уже то есть будем так говорить что никого ближе к пятерке вот были ну на сто процентов нету и валерий смотрите а очень короткая если можно по поводу михаила мишустина характеристика с вашей точки зрения его сильные и слабые стороны его сильная сторона это его слабость это можно сказать и медведеве потому что мишустин это человек который устраивает условно очень широкую коалицию широкую коалицию так называемых гражданских верховной власти две коалиции силовая и гражданская вот мишустин устраивает гражданскую настолько что он даже получил ее округах прозвища хрущ по аналогии с никитой сергеевичем хрущевым как вы понимаете это историческая аллюзия не очень нравится владимиру владимировичу поэтому он поспешил предупредить своих соратников что у мишустина нет никаких шансов коллеги да а и также такой вопрос а по каким критериям как вы считаете выбирается преемник я имею ввиду 2 2 критерия просто назову а приемлемых для внутренней элиты а как охранитель да то есть вы понимаете для тех кто сумел значит взять активы и тот кто будет их представлять он будет охранять либо по принципу приемленности для запада коллеги в идеале этот человек должен соответствовать и первому второму требования но при этом первое абсолютно необходимое условие он должен быть лоялен президенту путину и добавлю это сейчас становится все более важным быть доверенным лицом его семьи то есть надо чтобы семья путина наверял этому претенденту к сожалению такого кандидата каким свое время был путин в россии просто нет более того я могу с высокой уверенностью убежденностью сказать что когда процесс транзита выбора преемника перейдет практическую плоскость начнется не просто грызня бульдогов под ковром она идет уже сейчас эта схватка перейдет в открытое пространство и в эту схватку включится и российское общество поэтому с моей точки зрения этот транзит который сейчас задумывается и выстраивается у которой еще не объявлены который видимо до конца не продуман он закончится неудачей насколько общественность российская общественность готова к тому что владимир путин ближайшее время может уйти или она я думаю что застыла тревожным ожидания она не может поверить она просто не может поверить хотя я с конца прошлого года но со второй половины если быть точным говорил что придет время это время не столь отдаленное когда владимир владимирович не будет в российской международной политики и вот сегодня впервые я стал получать письма записки от ряда очень уважаемых людей которые стали готова оказывается ты был прав похоже на это но на самом деле ближайшее окружение путина конечно в курсе ситуации но эта информация не особо не выходила за пределы этого круга граждане россии пока не могут себе это вообразить они поэтому очень насторо настороженно и даже суеверно относятся к этим известиям валили да как вы считаете вообще президентом россии может ли стать человек с неоднозначной национальностью что я имею ввиду ну например на половину украинец на половину кавказец даже на половину еврей может быть как-то это играет играет роль или нет а да я понимаю я не вижу никаких препятствий для того чтобы там скажем на половину этнички евреи на на половину кавказец стал президентом здесь есть все-таки одно условие необходимо чтобы он воспринимался большинством общества как свой на нам случае как русский вайс и и что это предполагает но по крайней мере наверное славянскую фамилию славянскую фамилию ну и собственно говоря и все и что возможно что найти не особо выделяющиеся и среднестатистических показателей характерных для антропологического типа преобладающего в россии внешность но я бы не сказал что еврей не может стать президентом мне кажется может быть не там нечистые евреи но там как вы выразились наполовину коллеги а такой вопрос то что происходит сейчас в беларуси мы беларуси вернемся немножко позже но именно те события которые могли быть такие события а произойти в россии именно мирные протесты но которые бы давали понять власти что нужно но я не знаю если не все менять то процентов на 90 коллеги это очень важный вопрос и возможно один из ключевых вопросов для понимания ближайшего будущего россии и нашего общества я склонен полагать что даже если наши протесты в россии начнутся как мирные а скорее всего не начнутся как мирно они очень быстро перерастут жестокую конфронтацию с обеих сторон так что если начнется как беларуси развиваться дальше будет как в украине это связано с русским менталитетом или чем-то с другими не знаю или с долгими ожиданиями перемен это связано и с долгим накопившимся ожиданием и желанием отомстить в россии сейчас накопилось очень много желание отомстить очень много горючего материала и в россии конечно же есть то что было в украине или на украине то чего нет беларуси есть радикальная субкультура есть люди имеющие опыт ведения участия в боевых действиях и есть желание правящей элиты не потерять свои позиции готовность по крайней мере некоторых и членов этой элиты пойти на что угодно чтобы сохранить свою власть или свои активы этого это радикально отличает россию от беларуси коллеги то есть вы 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 считаете что люстрации не избежать в любом случае и скажем так условный соловьев никуда от наказания не убежит я считаю что люстрации практически неизбежно случае демонтажа политического режима неважно с как этот демонтаж будет происходить относительно мирно или довольно не мирно склонен полагать что довольно не мирно последствия для части истеблишмента не для всего но для части окажутся самыми серьезными причем это могут быть как непосредственные последствия ну что-то вроде если хотите погромов на рублевке не не вот не тех знаете там обычно говорят когда погромы это всегда ассоциации с евреями нет ничего подобного данном случае конфликт будет заострен мне кажется по социально классовому или бюрократическому признаку и есть место где у этих людей гнезда это рублевка жуковка там их обитатели могут казаться под ударом прямом смысле слова потому что покинуть россию не не смогут я думаю что их выезд будет заблокирован и так ближайшие последствия последствия так что тем кто окажется под иллюстрации еще очень повезет ситуация да да вы хотели досказать что-то но нет нет все в порядке слушаю а ситуация с алексеем навальным насколько серьезно ее восприняли в окружении путина насколько серьезно они хотели исключить алексея навального из политической жизни россии и какие кроме кроме того что запад будет санкции какие это можно могут быть последствия для самой власти в россии коллеги но вы используя эфиризм исключить навального из политической жизни я использую обычное выражение нейтрализовать в общем его хотели убить это идея этот план провалился провалился благодаря счастливому стечению обстоятельств что касается санкции россия не боится санкции евросоюза тем более судя по тому что мы знаем эти санкции будут носить символический декоративный характер у санкции против 9 граждан россии причастных по мнению европейского союза к отравлению навального к использованию боевого отравляющего вещества согласитесь это не выглядит чем-то чрезмерно по-настоящему российская элита опасается прихода к власти в соединенных штатов демократической администрации и тех санкции которые может это администрации ввести опять же не против россии в целом а против близкого к путину круга российской элиты вот этого они боятся по-настоящему будет ли это победит ли байтин хотя сейчас его шансы выглядят насколько я представляю очень предпочтительными какие это будут санкции как скоро они реализуются но страх есть уже сейчас это страх серьезный и российская элита она дважды на протяжении последних четырех месяцев пыталась наладить контакты с демократическим эстебриджментом первый раз ей дали отлуп говоря языком шолохова второй раз сентябре контакты были установлены насколько я знаю но развитие не получили эти контактеры они из окружения дмитрия анатольевича медведева были с российской стороны при что касается опять же навального и его возвращение в россию которые думаю произойдет на улась бы этого очень не хотела она боится что навальный может возглавить массовые протесты что это популярный лидер который станет во главе по крайней мере части общества и она подает сигналы что не хотела бы возвращения все остальное как вы понимаете зависит от общей политической динамики от общего контекста в российской федерации пока ничего такого конкретного сказать я не могу кроме двух вещей сам по себе транзит послужит очень мощным триггером политической активности и возможно протестов и второе я считаю что протесты практически неизбежны кстати кремль считает точно также одна из причин по которым попытался убить навального в том что он уверен в неизбежности массовых протестов коллеги да если не навальный то кто более я думаю что может возникнуть широкая коалиция это первое из тех оппозиционеров которые не столь известны и популярны как навальный но все таки они существуют это первое и второе что сами по себе протесты которые начнется могут выдвинуть ряд лидеров это будут локальные лидеры но некоторые из них наверное смогут иметь общенациональный потенциал тем паче что мы видим в беларуси протесты вообще поначалу носили безлидерский характер и сейчас они развиваются тоже как безлидерский я не хочу сказать что это достоинство протестов я думаю что лучше бы если бы у них были лидеры но тем не менее возможны такой сценарий том числе и кровавые протесты тоже могут оказаться протестами без лидеров даже больше шансов что протесты без лидеров окажутся очень жестокими коллеги да сейчас вот последнее время события в нагорном карабахе волнует практически многих да то есть война когда гибнут люди это очень плохо насколько влияние россии in или насколько влияние самого владимира путина важно в урегулировании тех событий которые происходят между армии между армии и азербайджаном и насколько владимир путин может остановить президента турции эрдогана как вы думаете владимир путин не смог остановить президента турции эрдогана их разговор который состоялся первый день начала военных действий то есть это бой более недели тому назад оказался очень тяжелым для российского президента и тонн эрдогана был если не ультимативным то крайне жестким крайне жестким поэтому российское руководство заняло выжидательную позицию надеюсь что армянская армия достаточно подготовлена и россия помогала боеприпасами и через иран пыталась направить группы частных военных компаний которые воевали в сирии то есть из сирии люди поступали не только на сторону азербайджана но должны были поступать на сторону армении я не знаю добрались они или нет но тем не менее такое намерение было россия надеялась на то что армянская армия сможет истощить из азербайджанское наступление сорвать его и после этого придет время россии как мир отходца пока что как мы с вами видим эти надежды реализуются то есть азербайджан вынужден был остановиться у него не хватает ресурсов для дальнейшего наступления и какова бы ни была позиция турции она не может воевать значительных масштабах открыто хотя турецкий спецназ участвует в военных действиях это не секрет и тем более турецкие офицеры консультанты координаторы корректировщики огня и тому подобное так что сейчас пауза который есть шанс перерасти в длительное перемирие коллеги а валерий мы сейчас уйдем на рекламу оставайтесь пожалуйста с нами хорошо и мы продолжим это конец и разговор мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго ведущие эдуард брумер и геннадий брумер а сегодня мы беседуем с российским политиком историком доктором исторических наук профессором валерием соловьем валерий дмитриевич или валерий валерий до коллеги на валерий такой вопрос вот каждую неделю вы ведете передачу глав тема народ вместе с вашим соведущим александром бобылевым честно скажу что я большой поклонник этой передачи смотрю и первый второй выпуск всегда и в связи с этим вопрос а если среди российского бизнеса свой какой-то российский трамп человек который может прийти к власти на фоне ухудшающейся экономической экономического положения как вы считаете сожалению сейчас бизнесмена в особенно крупных нет никаких политических амбиций они даже боятся об этих амбиций заика отца а не то что их обсуждать я думаю что они даже боятся думать оставаясь в одиночестве или леет такие мысли понимаете да под поскольку все члены списка форбс вот первая сотня даже первые до первая сотня они находятся под контролем фсб очень плотно есть специальный отдел который был создан в 2012 году который следит именно за членами российской части российского списка форбс и на предмет не допущения каких-либо политических инициатив с их стороны то есть чтобы они не дай бог не вмешивались политику поэтому ничего об этих людях сейчас как казать невозможно вообще невозможно а только время проявит способность того или иного из тех кого мы знаем попытаться стать российским трампом но есть и оборотность точнее другая сторона в российское общество с моей точки зрения может быть и готова принять там полу еврея полу украинца но она вряд ли готова принять олегах пока на да да бы сказал она не готова пока к этому необходимо все-таки 10-15 лет очень высоких темпов экономического роста и некого общественного примирения для того чтобы чтобы мультимиллионер мог претендовать на первый пост российской федерации коллеги валерий оставим немножко россию да и поговорим о белоруссии события в которой просто я считаю довольно трагически в прошлую пятницу гауляйтер белоруссии лукашенко потому что называть президентом я его не могу и не хочу обозначать его как-то надо поэтому я его вот именно таким словом обозначая гауляйтер белоруссии лукашенко встретился с оппозиционером в сизо случае абсолютно беспрецедентный вообще в политике единственный человек который не приехал на эту встречу она отказалась это было мария колесникова как вы оцениваете вообще действия на сегодняшний день александра лукашенко как долго он еще будет мордовать такое может быть грубоватое слово свой народ и что будет дальше и кстати по поводу марии колесниковой очень интересная личность можете вы ее как-нибудь охарактеризовать есть ли мне шансы стать следующим президентом белоруссии много вопросов я понимаю да я начну я не почему это все вполне уместно я начну с последнего с марии колесникова и да она выглядит я бы сказал чуть ли не не чуть ли не единственным мужчиной белорусской политики сейчас я считаю что у нее были бы неплохие шансы стать президентом если бы это были честные конкурентные выборы и они бы проводили скажем без российского влияния но я с трудом поверю в то что выборы в белоруссии могут проходить без российского влияния без российского участия что касается лукашенко он пытается судорожно найти выход из того политического тупика в котором оказался тем более что во время встречи в сочи путин сказал ему что у того полтора месяца на урегулирование политического кризиса но может быть два месяца он пытается этот кризис урегулировать с его точки зрения урегулирование кризиса должно выглядеть следующим образом они кстати с путиным об этом много говорили есть такая формула уже выработанная ими что оппозиция соглаша отказывается от протеста призывает общество прекратить протесты после этого она включается в конституционный процесс под руководством мудрого вождя мудрого вождя в кавычках букашенко вырабатывается новая конституция которая ограничивает полномочия президента и в следующем году не позже осени проводятся досрочные президентские выборы но вот все это время условно скажем с сегодняшнего дня если оппозиция бы пошла такую сделку и общество белорусское пошло такую сделку до конца конца скажем весны до начала лета лукашенко был бы действующим президентом вот так с его точки зрения это выглядит оппозиция не готова пока может быть и вообще не готова идти на такую компромисс и даже если она будет готова не факт что с ним согласится белорусское общество есть еще участник событий это запад запад широком смысле в первую очередь это польша и литва которые сейчас пытаются помочь белорусской оппозиции действительно пытаются консультантами деньгами советами и а и я не исключаю что может произойти радикализацию доселе очень мирного белорусского протеста и это станет моментом истины если это радикализация произойдет потому что я на самом деле не очень верю способность белорусских правоохранителей открыть стрельбу огонь по собственному народу и я знаю что пока лукашенко отказался отдавать я знаю что у него требовали отдать письменный приказ открытие огня огня на поражение боевыми патронами по протестующим я знаю точно что он отказался этот приказ отдавать и более того он насколько я знаю приказ не отдаст этому ближайшее время может наступить момент истины коллеги валерий как вы считаете почему все-таки владимир путин ведет себя достаточно пассивно в отношении белоруссии ведь он мог возглавить процесс и скажем так легко провести своего человека на пост белоруссии а дальше решить вопрос вхождение белоруссии было бы как говорится на раз-два как вы считаете почему так коллеги конечно эти мысли были у кремля и у кремля был и остается свой кандидат бабарик но лукашенко нейтрализовал всех прокремлевских кандидатов кремль поддерживала тихановскую по крайней мере были отношения между россии и тихановской через цепочку посредников но ситуация стала развиваться не по кремлевскому сценарию потому что масштабы и глубина и главная устойчивость протестов оказались неожиданными для всех соответственно та идея которая вынашивалась кремле еще до выборов что в случае кризиса мы вводим войска в белоруссию но тем паче они там уже стоят и берем ситуацию под контроль нереализуемо поскольку это тут же превратит протесты как вы понимаете в антироссийские это первое второе я знаю что владимир владимирович получил предостережение от ряда европейских лидеров в частности от бундесканцлера меркель что в этом случае ни евросоюз ни нато не смогут остаться в стороне как это было с крымом весной 2014 года что они будут вынуждены дать ответ и это сдерживает россию от радикальных действий и она сейчас вынуждена наблюдать за тем как справляется или не справляется лукашенко с революцией это не кризис это конечно же революция ситуация висит на волоске она патовая что для революционеров что для самого лукашенко патовая для обоих участников конфликта к людям а светлана тихановская такая мужняя жена женщина абсолютно мирная которая наверное в прошлом году даже и не думала что будет участвовать во всех этих событиях и его я же по европе с ней встречается очень важные политики не просто политики третьего ряда а политики высшего разряда я имею ввиду первую очередь меркель и макрона президента франции насколько ее вот этот ваяж может быть удачным для смены власти в беларуси ну коллеги мы видим что то он тихановский изменился она предъявила ультиматум лукашенко она не могла бы предъявить такую ультиматум если бы она не была уверена что она не будет поддержана поддержана отнюдь не только морально и психологически или декларациями ну и поддержана видимо вот тем о чем я ранее говорил то есть организационно финансово и возможно даже людьми скажем переправить с украины на территории беларуси полторы две тысячи молодых людей или не очень молодых имеющих опыт уличных конфликтов это чисто техническая и очень несложная задача поэтому тихановская сейчас ведет себя действительно как лидер но это не следствие только ее внутренних качеств от колесникова с которым мы ранее с вами говорили вела себя по-лидерски и не имея никакой поддержки кроме поддержки общества тихановской все-таки потребовалась поддержка видимо работа с ней со стороны там некоторых западных институций я ничего там конспирологического не имею ввиду спасибо уже это нормальный это нормальный политический процесс когда такой кризис и что касается дальнейшего она помните публично обещала что если она станет президентом то она объявит досрочные президентские выборы свободные конкурентные я думаю что она выполнит свою вещь если режим лукашенко падет коллеги и все-таки белоруссия оставалась до нынешнего времени такой тихой гаванью такой советской последней советской республикой да островок такой советская республика что же все-таки взорвало ситуацию неужели только вот обман на выборах потому что ну у него была поддержка очень мощная у Александра Егорьевича она и на выборах то у него было не нулевой все-таки там было не три процента гораздо больше говоря без обвиняков но коллеги это как раз тот случай когда никогда не знаешь какая именно соломинка переломит спину верблюда там очень очень давно и долго и постоянно накопилось недовольство и вот наконец это недовольство стало актуализироваться реализовываться в форме революции по началу протесты которые очень скоро через несколько дней переросли в настоящую массовую революцию и это политическая аксиома мы можем предсказать развитие начала кризиса но мы не можем предсказать его развитие то есть мы с вами не сомневались в том что результаты выборов в Беларуси вызовут протесты ну они в общем и раньше вызывали протесты но никто ни один наблюдатель ни ФСБ России ни КГБ Беларуси не мог ни ЦРУ насколько я знаю не могли предположить что события начнут развиваться таким образом это непредсказуемый процесс непредсказуемый никто не может оценить размеры и глубину или остроту предстоящей динамики коллеги этот год в принципе можно назвать таким политически удивительным потому что такое количество событий которые происходят в этом году мы вот ожидаем через пару недель президентские выборы никто не мог бы даже спрогнозировать я имею ввиду события в Киргизии которые сейчас происходят мы уже обсуждали значит Армению и Азербайджан события в Беларуси как вы думаете почему спустя 30 лет со дня как бы распада Советского Союза я условно говорю 30 лет почему вдруг в один какой-то прекрасный момент где-то были всегда какие-то локальные такие войны в один момент начало вот это вот здание рушится мы вот только Казахстан как говорится еще не трогаем но я не исключаю что в Казахстане могут тоже начаться какие-то события как вы думаете это вероятно Казахстан тоже слабая точка знаете коллеги есть такое общее правило что революция происходит до тех пор пока не устанавливается в конце концов в режим более эффективный чем все свергнутые помните сколько революции пережила Франция ну да и вот похоже что эта история характерна и для постсоветского пространства мы никак так я имею ввиду в широком смысле постсоветские поколения или там люди советское извода живущие постсоветскую эпоху не можем сформировать выработать или родить я уже не знаю какую глагол употребить режимы которые были более эффективны чем те которые канули в лету советским строем вот это ключевой вопрос если такой режим и такое государство не возникнут я думаю нестабильность будет продолжаться ну вот мне кажется что мы сейчас близки к некому завершению процесса такое ощущение болели у меня есть вот на протяжении последнего времени такой спор с одним из моих родственников о том что транзит власти и выбор преемника не происходит потому что многие в принципе отказываются отказываются от этой должности и я например лично утверждаю что актив должность президента россии это очень мощная вещь родственник мой утверждает что так как страна вот такая бедная и почти готова ну если не на развал то на какие-то вот неприятные события что многие просто-напросто от этого отказываются и что это сейчас сейчас невыгодно в этом в этой связи два вопроса что вы думаете по поводу событий на дальнем востоке вообще в общем да и вот вот именно этот вопрос неужели все действительно многие отказываются от того чтобы быть преемником путина я начну со второго вопроса никто не отказывается пока просто никому не предлагали делались только намеки весной был намек собянину сделан но потом этот намек был дезавуирован может быть еще кому-то я не знаю и поверьте ни один человек в российской элите никогда не откажется от желания от стремления занять президентки пост в российской федерации это абсолютно исключено абсолютно исключено и россия несмотря на всю ее уязвимость считается тем не менее чрезвычайно ценным активом чрезвычайно ценным из которого можно еще много чего выжить с точки зрения правящей элитной группировки что касается событий в Хабаровске как раз эти события показали что у российского общества имеется потенциал протеста для того чтобы этот потенциал проснулся актуализировался необходим какой-то это сильный локальный триггер не общенациональный локальный это одно наблюдение второе наблюдение я к великому сожалению отмечаю отсутствие общенациональной или общегражданской солидарности в российской федерации потому что если бы движение в Хабаровске хотя бы в какой-то степени было поддержано хотя бы частью жителей крупных городов или политического актива я думаю что ситуация в россии сейчас могла бы развиваться иначе коллеги менталитет российского народа я думаю что это очень важная составляющая об этом писали и российские классики насколько этот менталитет остается до сих пор советским и как он влияет на коррупцию в россии на сегодняшний день очень сложно сейчас потреблять и оперировать категориями советские постсоветские что надо брать определенные возрастные группы и социальные группы и смотреть как у них все это выглядит как у них какая смесь у них в голове да то есть проводить довольно обширные исследования социологические включая качественную социологию на самом деле ментально наше общество естественно молодые поколения в первую очередь переходит постсоветское состояние постсоветское состояние и сейчас существует в обществе массовый запрос на свободу и на перемены причем запрос на перемены превышает две трети населения то есть вот если Путин держался у власти и держится под лозунгом стабильности то массовое настроение уже иное люди хотят перемен и в этом смысле наше общество похоже на общество советское девяносто девяносто первого года когда как вы помните запрос на перемены превалировал может быть он даже был выражен не так сильно как сейчас что касается влияния менталитета на коррупцию ну я не считаю что как то советский менталитет очень этому поспособствовал здесь все довольно просто и связано с конструкцией власти если вы превращаете коррупцию в некий механизм властвования это это произошло в России именно при Путине то есть она не некий там знаете недостаток или неизбежное следствие неурегулированности правовых экономических отношений как 90-е годы это один из ключевых механизмов социальных и политических если вы этим механизмом пользуетесь ну чего же удивительно что коррупция начинает распространяться но это не означает что ее нельзя обуздать конечно нельзя Россию будут довести до такой чистоты и прозрачности как Норвегия и Финляндия но скажем если размер отката в начале нулевых годов был 2-3 процента а сейчас 50-60-70 процентов то вы понимаете даже возвращение к началу там нулевых годов по размерам коррупции было бы для нас колоссальным достижением и обеспечило бы очень серьезное экономическое развитие Россия не обречена на некую дубную повторяемость я в это нисколько не верю есть ряд стран и в мире и даже в постсоветском пространстве которые так или иначе смогли с проблемами справиться безусловно сможет справиться и российское общество коллеги Валерий такой может быть неожиданно вопрос и второй будет с подтекстом немножко что хорошего во владимире путине вот вы лично бы отметили ведь он же он живой человек да это первый вопрос и второй а кого вот вы лично из тех людей которые сегодня есть хотели бы видеть на первом месте вот просто он бы мог бы подходить на эту нужно своим каким-то человеческим и профессиональным качеством ваш ваш выбор да понимаю значит во владимире путине с моей точки зрения хороши три качества первое он абсолютно верен своим друзьям абсолютно верен это очень ценно в россии второе он очень любит своих детей далеко не каждый отец так любит своих детей в россии как он и третье он на самом деле очень большой мастер это для политики важно особенно для гибридной политики он большой мастер комбинации очень большой его не надо недооценивать а что касается того какого человека я честно скажу я не задумывался но я бы предпочел чтобы наверное этот человек был не из политики я предпочел бы что этот человек воплощал некие очень важные моральные качества в первую очередь порядочность цельность и способность вести людей за собой и не обязательно чтобы он был политическим лидером может быть какой-то русский вариант гавила я не знаю я вот вы мне задали интересный вопрос я просто задумался я сейчас размышляю но я бы предпочел чтобы он не был профессиональным политиком и видимо полномочия президента даже не видимо наверняка полномочия президента конечно в россии должны быть ограничены но фамилию вы не можете назвать фамилию вы не можете назвать к сожалению я не могу но я не исключаю что такой человек появится может быть я его сейчас не вижу или он там из-за моего зашоренного зрения туннельного зрения который только в политику направлено я его просто не вижу он находится вот рядом я охотно это допускаю коллеги смотрите у нас уже времени остается мало поэтому как бы последний вопрос а вы как историк помните высказывание владимира ленина об интеллигенции везде это как говорится иногда транслируется и при любых обстоятельствах довольно сложных для интеллигенции это всегда озвучивается какая интеллигенция сегодня в россии можно ли эту интеллигенцию назвать теми словами я не хочу прямом эфире произносить то что говорил владимир я понимаю дело в том что в россии исчезла фактически массовая интеллигенция у нас осталась небольшая группа профессиональных интеллектуалов и медиа интеллектуалов и плюс культурная элита или культурный establishment они в общем большей частью они лояльны власти я ничего не хочу говорить об их моральных качествах они лояльны власти это их сознательный выбор потому что эта власть обеспечивает им преференции обеспечивает их материальное содержание в этом смысле я думаю что великая миссия русской интеллигенции та миссия которую она реализовывала в начале двадцатого века на исходе советской эпохи перечеркнуто больше никакой миссии у российской интеллигенции нет коллеги Валерий девятнадцатого августа этого года у вас случился юбилей и поэтому в конце передачи от всей нашей радиостанции от нашей передачи мы хотели бы вас поздравить с шестидесятилетним юбилеем пожелать вам удачи здоровья чтобы ваши мысли и дела значит были в порядке и чтобы ваши политические амбиции значит были реализованы реализованы всего вам самого лучшего и вот большое вам спасибо за то что согласились с нами побеседовать за поздравление и за беседу всего самого наилучшего берегите себя всего самого до свидания до свидания до свидания Субтитры подогнал «Симон»